Привет-привет! С вами Катя и мой альбомчик для первого года жизни моей дочурки уже у меня в руках. Он уже готов и я хочу показать его вам, но получается он не только для первого года жизни, потому что в таком огромном альбоме слишком много места, а у меня слишком мало фотографий, поэтому он пойдет еще на какое-то время после первого года жизни. Я нашла его в залежах у моих родителей, они делали ремонт, начали раскапывать, хотели еще его выкинуть, я его, можно сказать, спасла. Я представляла себе альбом первого года жизни для моей дочки по-другому, такой маленький, но, вы знаете, в этом тоже есть свои плюсы. На его развороте умещается сразу много фотографий, и поэтому не нужно делать раскладки, как в стандартных альбомах для скраббукинга. И вообще скраббукингом его назвать нельзя, потому что он вообще нестандартный. Я сначала приклеивала сюда фотографий, а потом уже я решила его украсить, поэтому вот так вот у меня получилось. Не судите строго, я вообще не мастер хендмейда, я просто увлекающийся этим человек-дилетант. Альбом я решила начать с праздничной открытки, которую нам подарили на рождение нашей доченьки и родственники. Здесь красивые и тёплые слова и пожелания на день её рождения. На первой страничке у меня расположилось генеалогическое древо. Я считаю, что это очень важный элемент нашей семейной истории. Вот, у меня дочка уже сейчас смотрит и рассматривает, где папа, где мама, какие бабушки, дедушки. И я буду рассказывать ей дальше, кто были её дедушки, да, папа, кто были её бабушки, где они работали, вообще откуда пошли её корни. На первой страничке у меня выписка из роддома. Тут у меня написано даты рождения, когда у меня малышка родилась и сколько мне было роста и веса. И тут ещё у меня фотография с выписки, там, где я с родителями. И ещё даже здесь я сделала бирочки. Но вынуть посмотреть, вот такие вот красивые бирочки у нас в роддоме выдавали. Вот, и чтобы они сохранились и никуда не делись. На следующей страничке этого разворота у меня как раз дочка в месяц. И дальше я решила сделать весь вот этот вот альбомчик, просто буквально весь по месяцам. Потому что я подумала, что это будет очень правильно и логично. У меня в каждой фотографии тут дальше пойдут подписи, что, например, в два месяца она уже умела делать то-то, то-то, в три месяца умела делать то-то, то-то. Нужно будет проследить развитие моего малыша. Я сейчас перед тем, как буду вот это вот всё долгое показывать, сейчас покажу странички, которые мне показались наиболее интересными. Вдруг вы возьмёте на заметку мою такую идею. Во-первых, это самая моя любимая страничка здесь, с отпечатками ручки и ножки нашего ангелочка. Это такая у нас ножка была. И вот такая вот у нас ручка была. И всё это я обклеила всякими стразинками самоклеившимися. И вот такая вот яркая интересная страничка со свинками Пеппами, с наклейками у нас получилась. И в продолжении её у меня есть вот эта вот страничка, где я уже буду приклеивать отпечатки ручек и ножек, когда ребёночку будет два годика, три годика. И вообще, сколько тут у месяца у меня есть отпечаток на один годик, ножки и ручки. Буквально вся страничка пустая, она ждёт своего оформления. Ещё один интересный момент, который я придумала в этот альбом, это такие мини-конвертики, в которых будут лежать первые слова, которые дочка произнесла. Здесь это у нас первые слова Дашеньки вот полтора годика. И здесь наши первые слова будут в год и девять месяцев вот в этом конвертике спрятаны. Я их, кстати, уже вырезала, тоже нужно их просто сюда положить. Да, почему именно полтора и почему именно год и девять? Да потому что именно в это время у моей дочурки был всплеск в речевом развитии. Ещё я решила сделать сюда таких замечательных животных, на которые увековечны, можно сказать, её параметры в год и девять месяцев. А тут у меня ещё есть страничка с первыми словами в годик. Вот так вот я её оформила, у меня здесь всякие бантики, ленточки, пуговки, плюс ко всему ещё бисер я использовала для оформления. Это были самые-таки интересные, на мой взгляд, идеи после генеалогического древа. Ещё парочку идей я припасла на конец видео. Ну и сейчас давайте пройдёмся по альбомчику. И что там у нас внутри? Это у нас два месяца, и тоже такие бантики, розовенькие, девчачьи такое. Мне безумно нравятся вот эти бусинки. Почему? Потому что они самоклеящиеся. С ними вообще заморачиваться сильно не надо. А вот эти кружева у меня достались от моей бабули. Там ещё есть потом покажу кружева от бабули. Вот у нас три месяца. Я старалась по максимуму, чтобы были и бабушки, и дедушки у нас в альбоме, и крёстные. То есть у меня тут всех полно. Плюс ко всему... У меня то, что она уже умеет делать в три месяца. Ага, вот ещё такие кружева. Вот такие вот ещё кружева. И достались от бабули. Они такие старинные, а мне они так понравились. Вот эта страничка с четырьмя месяцами. Вот мы видим, что ребёнок уже научился спать на боку. Что она смеётся и переворачивается на живот. И всё это у меня отражено, всё это у меня записано здесь. Следующая няшная страничка пятимесячная. Она оформлена тут такими бантиками. Это конец четвёртого месяца у нас. Что она узнаёт своих и чужих, а именно папу. И хватает игрушки уже. И в пять месяцев мы начали её прикармливать. Она уже кушает кашку, пюре. И передвигается по-пластунски. Она так смешно ползать пыталась. Тут такие у неё ножки. В этих ручках умещаются маленькие. Я тоже самоклеющимися стразами приклеила. И сердечки приклеила. Потому что это такой прекрасный момент, когда папа держит ножки. Ну, куда же без ножек. Эта страничка мне показалась такой яркой, интересной. И тут нас фоткал профессиональный фотограф. Поэтому из оформления у меня здесь только сердечки. Я решила, ничего больше лишнего сюда не нужно. Это мы с мужем. А это, кстати, крёстная. Моя Даша, моя родная сестра. Ура! Полгодика страничка с бабушкиными кружевая. Умею, которые мне очень хорошо пригодились. Видно, что она уже умеет делать. Что уже поднимает голову. И пытается переворачиваться во все стороны. Со спины на живот и обратно. И что она играет уже в ку-ку. Да, тут у меня её параметры. Мы были у врача. Вот такая вот крошечка у меня была в полгода. Дальше у нас самая милая милость уже такая. Спит у папы на качельках. Как недавно прочитала в одной из социальных сетей статус. В одной группе. Папа, уложи ребёнка и получи в подарок маму. Вот у меня папа прям таким методом хотел, наверное, придерживаться. Семь месяцев мы нашу крошечку только что окрестили. Крёстный у нас, кстати, родной брат моего мужа. Причём близнец. А крёстная сестра моя. Родная. Ну, не близняшка. Просто сестра. Вот. И все месяцев у нас уже был такой скачок в развитии. У нас было много-много всего интересного. Мы и сели, и встали, и поползли. Как нужно прям по-хорошему. Вот такие вот мы были хомячки. Вот такими кружавчиками я решила украсить. Это замечательный для нас месяц. Вот такого классного мишку нам бабка приволок. Причём без повода. Потому что мы такие клёвые и хорошие. А это мы с этим мишкой. Я решила оформить нашу няшную страничку кружевами и сердечком. Восьмимесячная страничка получилась в розовом стиле. Вот эти стразинки, я их просто обожаю. И тут бантик тоже я приклеила. Опять же, девять месяцев со стразинками. И здесь на фотографиях мы наконец-то начали дружить с другими детишками. И это было так здорово. Так классно. Такая вот у нас игральная страничка получилась. Тут у меня такие вот всякие ленточки. Интересные. Ребёнок, кстати, очень любит их дёргать, когда эту страничку переворачивает. В десять месяцев пришлось как раз на Новый год. Поэтому оформлена у меня страничка по-новогоднему. У меня здесь звёздочка, которую я нарисовала клеем со стразами. Очень удобная штука. Вот такая эта штука. В общем, она открывается. И там внутри клей. И блёстки. Наносишь, и очень хорошо они застывают где-то. Я на ночь оставила. В общем, теперь они даже не осыпаются. Очень здорово. Всё, я не тут начала раскрашивать. Но так как художник из меня не особо, вот такие вот узоры у меня. Ну и, конечно же, мешу раку. Такую снежинку мама скреативила. Дашка моя на Новый год. Мы тогда всё в рот тянули. Шарики у нас получились во рту. В одиннадцать месяцев нам не повезло, и мы попали в больницу. Поэтому фотка с одиннадцати месяцев у нас всего лишь одна, и на которой мы практически целый месяц провалялись в больнице. Нам было не сладкое, ротовирусное, и стеноз. Поэтому здесь я приклеила такие вот картиночки с врачом и с таблетками. Да, так нам было не сладко. Зато в 12 месяцев нам было очень и очень сладко. Вот мы кушаем наш первый тортик и целовашки мы, поэтому любовь между нами летает. В продолжении годика традиционная фотка в платье. Это мы, и здесь опять же я украсила стразинками и бантиком. Вот, кстати, эти стразы как выглядят. Берёшь, прямо склеиваешь целую полосочку. Очень удобно. Нам один годик. Ура! Стопик. И дальше я решила сделать странички совсем тем самым, что у нас случилось в первый раз. Потому что всегда интересно, когда что-то случается и происходит в первый раз. Вот, например, первая прогулка. И вот так вот я её оформила. Или первая встреча с папой. Кстати, мне казалось, что у нас дочка в какой-то момент была очень похожа на папу, поэтому я тут две фотографии их совместила в коллаж, чтобы можно было сравнить. Приклеила такие вот красивые звёздочки. Они, кстати, 3D, их можно вот так вот потрогать, пощупать. Дальше тут первые достижения, которые у нас произошли. Улыбка. Когда она села, когда она встала. То есть это всё было, но уже не так систематизировано. А здесь прям конкретно. По одной, по две фотографии, по месяца. Вот это тоже такая игральная страничка. Я решила сюда игрушек поналепить, тоже 3D-игрушечки. Они у меня там на двусторонний скотч прилеплены, поэтому они так кажется, что выступают над картиночкой немного. Это одна из страничек, которую я просто обожаю, потому что это практически единственная фотография с прабабушкой. Я думаю, ещё будут у нас фотографии с ней, пока ещё есть возможность. Поэтому я её оформляла вот такими в розовых тонах. Тут зайка. Вот и следующая страничка с первыми достижениями. Первые шаги я ещё не наклеивала, но вот так вот я оформила лентами. Тут даже бисеринки. На следующей страничке расположился такой мини-корсет. И здесь будет такая большая фотография моей модницы. И, конечно же, я заполню график роста моих первых зубов. Фотографии, где я там в синем платье. Вот как раз сюда будет самую тему. Такая деревенская тема с птичками. Ба! Если вам понравился мой альбом, ставьте лайк. Ну всё, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok